Друзья, всем привет, с вами Денис Пахило. Это мой блог на телеканале Дом, в котором я рассказываю, как же дела у меня дома на Донбассе. Российский политтехнолог, который ранее называл себе премьером ДНР, уже смешно. Александр Бородай все же попал в Российскую Госдуму. Теперь он депутат восьмого созыва от партии власти Единая Россия. Ну правда, еще совсем недавно, казалось бы, было очевидно, что депутатского мандата ему не видать. Бородай занимал восьмое место в федеральном списке партии Единая Россия по Ростовской области на выборах, которые прошли с 17 по 19 сентября в России. Я напомню, что на голосование целыми автобусами привозили жителей отдельных районов Донбасса с российскими паспортами, что нарушает абсолютно все мыслимые и немыслимые нормы международного права. Министерство иностранных дел Украины ранее заявили, что голосование жителей временно неподконтрольных районов Донбасса и Крыма на выборах в Госдуму России ставит под сомнение легитимность избирательного процесса. Так что Украина и международное сообщество не признают результаты такого голосования. Но давайте вернемся к занимательным результатам. Всего от партии Единая Россия по Ростовской области прошли четыре депутата по федеральным спискам и семь по мажоритарным округам. Всего от Ростовской области в Думу попадут 13 депутатов. Первое место по федеральным спискам от партии Единая Россия занял действующий губернатор Ростовской области Василий Голубев. Второе место главный врач областной детской клинической больницы Светлана Пескунова. Третье место у учителя математики и обладателя звания учитель года 2020 Михаила Гурова. Четвертое место занял экс-депутат Думы Вячеслав Никонов. Трое из этой четверки отказались от депутатских кресел. Вместо них в проходной список зашли первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водоладский, действующий депутат Александр Шолохов и вице-спикер областного законодательного собрания Ростовской области Вячеслав Василенко. Ну и чтобы Бородай все-таки прошел в Думу, нужен был еще один отказ от мандата среди победителей. В Восточной правозащитной группе говорят, что самоустранение Голубева, Пескунова и Гурова были запланированы и согласованными. Ну вот, Василенко не хотел отдавать свое место, так что на него попросту надавили. И вот свершилось чудо. Депутат Бородай. Вот это повезло, да? Вот это все-таки совпадение. Друзья, ну вот вам еще один интересный факт. Проект «Кавказ Реалии» со ссылкой на данные ЦИК о доходах и имуществе кандидатов в депутаты сообщает, что Александр Бородай задекларировал нулевой доход перед выборами в Госдуму России. Ну правда, он также в это время потратил 15 миллионов рублей на покупку нежилого помещения в Москве и внедорожника Lexus GX 460. Источником средств Бородай назвал накопление за предыдущие годы и доход от продажи имущества. Сейчас, согласно декларации, на восьми счетах у него хранятся около 313 тысяч рублей. Также в его собственности два земельных участка в Московской и Ростовской областях, две квартиры в Москве и два нежилых помещения там же. Разумеется, на все это Бородай мог заработать своей профессиональной деятельностью гораздо раньше. Но на сколько раньше? Ведь за свою работу над проектами ЛНР и ДНР он тоже что-то получил. Но об источниках и размерах гонораров за войну на Донбассе политтехнологи вроде Бородая никогда не отчитаются перед простым народом. Нет такого закона. Таким людям вообще закон не писан. Друзья, напоминаю, что ваш лайк, ваш комментарий и ваша подписка помогают продвигать наш канал. Давайте вместе давать отпор российской пропаганде. Не забывайте также о нашем фейсбуке, телеграме и твиттере. Спасибо за доверие. Ну и до встречи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!